Там присоединяется Юлия Идлис. Юля? Да, привет, Саш. Здорово, как ты слышишь, как видишь? Все отлично. Слышу, вижу, да. Все, давай, значит, друзья, а давай ты все сама расскажешь? Тебя клавнив так... Я так сейчас на... Юра меня так размазал, честно говоря, что мне надо немножечко в себя прийти. Да, попей кофейку там. Да, давай, я выпью кофе, а ты полчасика повещай, да, или сколько там получится. Дальше я здесь все время буду, и я подхвачу этот самый. А ссылку я на книгу на твою сейчас в чат кину. Да, хорошо. Давай. Так, ну, всем привет. Давайте я тогда представлюсь. Значит, меня зовут Юлия Идлис, я сценарист и теперь уже писатель, автор романа «Гартерикс.перенос», который вот выходит совсем скоро, и где-то в 20-х числах октября должен быть уже в книжных магазинах. Мы договорились с Сашем Молчановым, что он положит сейчас в комментариях к этой трансляции ссылку на кусок из этого романа, опубликованный издательством. Роман выходит в редакции Елены Шубиной, издательство АСТ. Соответственно, ну, вы сможете его там почитать, посмотреть, что это такое ради интереса, в том числе и пока я тут буду рассказывать. Также мы с Сашем Молчановым договорились, что я начну с того, что как бы очерчу круг проблем, которые возникают перед сценаристом, решившим уйти в прозу, ну, там, не уйти, а как бы пойти в прозу, да, решившим написать большое прозаическое произведение. А потом мы с ним порассуждаем просто в формате вопросов-ответов про то, что это такое, потому что у Саши тоже есть этот опыт перехода туда-сюда, из сценаристов-писателей, из писателей-сценаристов. И, в общем, я уверена, что есть куча лайфхаков, как это делать правильно и удобно. Ну, сперва давайте я расскажу вам действительно про сам роман. Значит, роман фантастический, действия его происходят в 2241 году, то есть это больше, чем два века в будущее от нынешнего момента. Сейчас, мне кажется, что это очень оптимистично, потому что, ну, знаете, считается, что современная фантастика или фантастика-антиутопия – это такой мрачный жанр про то, как вот в будущем все будет плохо, если мы прямо сейчас немедленно не одумаемся. Это, конечно, так, но теперь, мне кажется, вот глядя на происходящее прямо сейчас, мне кажется, что это крайне оптимистичный жанр. Он предполагает, что через два века после сегодня Земля все еще будет существовать, жизнь на Земле все еще будет, человечество не вымрет. Это как-то вселяет надежду. Значит, то, что роман фантастический, его действия происходят на Земле в далеком будущем и на планете под названием Гартерикс, которая находится неизвестно где. То, что этот роман фантастический – это и плюс, и минус для сценариста. И вот почему. Ну, плюс в том, что сценаристу очень редко, на самом деле, достается работать с фантастикой как таковой. То есть все мы, естественно, знаем голливудские фантастические блокбастеры, но их пишут единицы, потому что это очень дорогой жанр, который требует массы всего, в том числе и опыта, огромной фильмографии, кредит доверия от заказчиков и так далее. То есть, ну, короче говоря, не факт, что среднему сценаристу за его профессиональную жизнь достанется поработать, ну, там, написать каких-нибудь, там, не знаю, защитников или что там еще есть. Историю про Супермена или Звездные войны, да, ну, что-нибудь такое. А если ты пишешь фантастический роман, то ты можешь там сделать все, то, что ты, чего тебе не дают сделать в кино в силу производственных ограничений. Например, Джордж Мартин, который, как известно, является автором «Игры престолов», написал, собственно, стал писать «Игру престолов» после того, как поработал 10 лет сценаристом на сериале «Твайлайт зон», «Сумеречная зона», и столкнулся с производственными ограничениями разного рода, то есть ему там не давали вписать в сценарий то, все, пятое, десятое, потому что это слишком дорого, это мы не сможем снять, это там слишком дикий полет фантазии для нашей аудитории и так далее, и так далее. И вот все это, все, что осталось с «Игры престолов» Мартин вписал в первую книгу «Игры престолов» в своей саге. И, собственно, это и говорит в интервью, что вот все эти драконы, там, эти бутоволки, да, они по-русски называются, «Белые ходоки» и все остальное, это все родилось из желания, что ну, а вот теперь я вот все, что мне не давали сделать в кино, я вот все вам впишу вот в эти книги вот выкусить. И это очень приятно, конечно, потому что, когда ты работаешь с прозой, ты никому ничего не должен и можешь придумать все, что угодно. Но в этом есть и минус для сценариста, потому что, например, теперь вот я написала роман фантастический, он выходит, у меня заказчики, с которыми я работаю, как сценарист спрашивают, а что вот, в смысле, там, экранизацию вот как? И я такая, знаете, вы, конечно, намучаетесь это экранизировать, я сама даже не представляю, как это делать. Значит, роман «Гартерикс» я придумала года три назад, мне кажется, там, и, ну, продолжая параллельно активно работать с киносценаристом. И я сначала придумала эту историю, мне казалось, что я придумываю сценарий сериала или там вот, ну, полного метра фантастического, но сразу стало понятно, что поскольку история полностью фантастическая, она там предполагает массу того, чего просто не существует пока в нашей жизни, вряд ли это полный метр, потому что просто, ну, никто его не справится произвести. Наверное, это сериал, думала я, потому что в силу профессии сценариста я просто все время, ну, про все истории, которые я придумываю, я думаю, что это, наверное, я придумываю сериал там или фильм, то есть история для кино. Но проблема в том, что далеко не всякая история на самом деле работает как сценарий, ну, или там как история для кино, да, и не всякая история, которую ты придумываешь, внутри твоей головы рассказывается как кино. То есть это тоже вот то, с чем я столкнулась при вот этом переходе от кино к прозе. Я поняла, что уже в том, как история придумывается, ну, как она зарождается, есть, встроен некий ее формат. Грубо говоря, вот как ты эту историю в процессе ее придумывания сам воспринимаешь как зритель или как читатель. Ты ее как бы видишь глазами или ты ее читаешь, там, слышишь текстом. И от этого зависит, как история разворачивается на самом деле, что в ней есть, чего в ней нет. И вот я крутил-крутил эту историю и все-таки поняла, что, видимо, она роман, потому что она, ну, в ней есть вещи, которые невозможно уложить в текст сценария. И дальше я долго придумывала, перепридумывала этот роман, все-таки как бы смирялась с идеей о том, что вот мне, сценаристу, теперь придется еще писать этот роман, и наконец приступила. Тут начались проблемы. Во-первых, начались творческие проблемы. Когда ты сценарист и долгое время работаешь со сценариями, а потом вдруг начинаешь писать большую прозу, ты, несмотря на то, что, ну, законы того, как история строится, они, в принципе, универсальны, они работают и в литературе, и в кино, и где угодно, все равно ты понимаешь, что у тебя нет некой рамки в прозе, в которой ты сможешь проверить свой сюжет. Что я имею в виду? Понятно, что у сценария гораздо более четкая драматургическая рамка, чем у прозаического произведения, просто в силу формата, в силу там ограничений по объему, производственных тех же самых ограничений и так далее. И вот эту драматургическую рамку, которую можно назвать как угодно, путем героя, моделью Блейка Снайдера, из «Спасите котик», с шагами Джона Труби, еще как-то, ну, то есть мы знаем массу всех этих структурных моделей, приложимых к сценариям и к кино. Вот эту рамку сценарист в любой момент может взять, наложить на историю, которую он придумывает в данную минуту, и посмотреть, все ли у него сходится. Собственно, эти рамки для того и нужны, чтобы проверять то, что ты придумываешь в моменте. Те ли у тебя точки на тех местах, где нужно, иногда с достаточной скоростью у тебя развивается история, нет ли у тебя дырок в структуре, которые нужно допридумать и чем-то заполнить и так далее. У романа, как бы, ты можешь наложить на него вот эту структурную рамку, но она гораздо более свободная в романе. И, в принципе, роман, ты мой сюжет для романа, ты можешь придумывать как угодно. Это и хорошо, и плохо, ну, хорошо по понятным причинам свободы творчества, все дела, а плохо, потому что тебя ничто не поддерживает. Как ты придумаешь, так и будет. И не факт, что ты придумаешь хорошо. Значит, это одна творческая проблема. Вторая – это стиль, потому что, опять же, это не очевидно для человека, который все время работает сценаристом, потому что все-таки у сценариста есть один стиль, которым он пишет сценарий. И у разных сценаристов он немножко разный слой, но в целом ты всегда, начиная писать сценарий, ты знаешь, у тебя как бы заранее принято решение о том, каким стилем, вот стилистически по языку, ты его будешь писать. Он должен быть написан от первого, господи, от третьего лица в настоящем времени, да, вот с такой киношной немножко там отрывочной информацией, интонацией. Это все как бы ты уже заранее встраиваешься вот в эту стилистическую канву. В романе этой канвы нет. Ты решение о том, как именно ты будешь писать свой роман от первого лица, от третьего лица, в настоящее время, в прошедшем, будешь чередовать времена, менять лица, от разных героев будешь писать, от одного героя. Ну, то есть, как бы, эти все решения, они все твои, и их все надо принять до того, как, ну, желательно, до того, как писать первое слово в тексте романа. Это очень давит, на самом деле, потому что ты думаешь, ну, вот я сейчас приму решение на следующие 500 страниц, и что? А если на 300 страниц выяснится, что это решение не работает, то что? И меня это очень останавливало, то есть, я прям в панике несколько, не знаю, недель провела до того, как начать писать, потому что я не понимала, как мне писать, собственно, что, что, какое слово я сейчас напишу первым. Вот, и, ну, дошла до того, что, в принципе, строго себе сказала, как угодно я сейчас напишу все, как угодно, а потом дальше разберемся, и так, в принципе, начала. Следующая творческая проблема – это объем, потому что, опять же, когда ты сценарист, у тебя есть предзаданный объем того, что ты собираешься писать, и он заранее известен. Если ты пишешь полный метр, ты должен написать в итоге сценарий объемом от 80 до, не знаю, 120 страниц. Если у тебя меньше – это проблема, если у тебя больше – это тоже проблема. Если ты пишешь, там, краткометражку, это столько по страниц, там, сериал, ну, тоже у каждой серии есть свой объем в страницах, который, в принципе, определяет хронометраж твоей истории. У романа, естественно, нет никакого, ну, рамки объема, да, ты можешь написать роман в 50 страниц, можешь написать там, никогда его не перестать писать. Вот. Я… И это как бы, с одной стороны, это не существенная неопределенность такая, да, ну, какая разница, как бы, пишешь и пишешь. Но, с другой стороны, когда ты сам не понимаешь, вот, ты пишешь и ты не понимаешь, ты уже близко к концу, как бы, собственной истории по ее протяженности или нет. Ты не понимаешь, провисает у тебя сюжет или нет. Ты не понимаешь, как бы, слишком медленно ты ведешь свою линию, и тебе надо ускориться. Или, наоборот, ты гонишь, и тебе надо бы притормозить, типа, подробнее там что-то описать. Вот этого понимания нет, ты можешь ориентироваться только на собственное чутье, а поскольку это первый роман, который ты пишешь, то чутья, собственно, еще нет, то есть ты его еще не наработал. И, ну, и пишешь в большой степени вслепую в этом смысле. И, наконец, вот четвертая творческая проблема, с которой я столкнулась, это, ну, именно как сценарист, да, который начинает писать прозу, это проблема оптики. В кино есть определенная оптика у автора, у пишущего. Даже при том, что ты пишешь текст словами, все равно ты смотришь на собственную историю под специальным очень углом. Ты как бы смотришь ее как зритель, и, соответственно, отфильтровываешь из нее все, что не видно глазами. То есть все какие-то додумывания там, копания в внутреннем мире, богатых в внутреннем мире героев и так далее, все, что нельзя выразить как-то внешне, да, через визуальные какие-то вещи или хотя бы аудиальные, они как-то сами отваливаются. И когда ты уже давно работаешь сценаристом, ты привыкаешь, ну, фильтровать таким образом, и эта отфильтровка происходит уже автоматически. Ты как бы выкидываешь вот, ну, все, что не укладывается в сценарную вот эту оптику из истории. А в романе же это не так, в романе другая оптика. Ты можешь, в принципе, опять-таки, ну, как угодно смотреть на историю, которую ты рассказываешь в романе, и в том числе у тебя есть огромное дополнительное поле с инструментами, не знаю, сундук с инструментами. Это как раз копание во внутреннем мире героя, внутренние монологи, объяснение, просто объяснение прям читателю. Герой подумал вот то-то и то-то, он чувствует вот то-то и то-то. Потому что там это одна большая часть того, с чем ты можешь работать в романе, другая большая часть, это, например, пересказ каких-то больших отрезков времени, ну, пунктирно, то есть. И дальше они три часа говорили о смысле жизни. Ты не должен как бы этот весь диалог придумывать. Если ты сценарист, ты его обязан придумать, если он есть, да, и писать его в виде диалога в сценарий. А если ты пишешь роман, то ты можешь просто написать, что а здесь вот они поговорили о смысле жизни, пришли вот к этому, и все. И вот это совершенно неочевидный для сценариста момент, потому что я все время все эти вот вещи, я как бы порывалась в начале работы над романом, я все порывалась расписать в диалоге. То есть каждый шаг сюжета, который требовал от героя прийти к какому-то выводу, я думала, ну, сейчас мне нужно придумывать про эту сцену. А как бы если про все придумать сцену, а то будет вообще, ну, как бы больше тысячи страниц, и я никогда не закончу. И потом я вдруг поняла, ну, нет, я же могу просто написать. А тут они поговорили и решили. И это очень странно ощущается для сценариста. То есть я прям первые несколько разов думала, я делал что-то не то, я делал как-то неправильно. Ну, вот, это творческие проблемы, с которыми, как бы, которые не очевидны для автора, переходящего из кино к прозе, но вот они существуют. Дальше есть проблемы организационные. Когда ты сценарист, у тебя есть некая внешняя рамка, опять-таки, которая заставляет тебя писать, потому что, признаемся честно, писать очень трудно. Причем писать все, что угодно. Что сценарий трудно писать, что роман трудно писать. Это не та деятельность, которую ты, как бы, легко и радостно осуществляешь в качестве отдыха для ума. Это тяжелая работа. Ну, если это работа, конечно. И вот, когда ты работаешь в кино, у тебя есть большая внешняя рамка, которая тебя держит в этой деятельности. У тебя есть заказчик, у тебя есть проект, у проекта есть определенные сроки, есть там этапы сдачи материала. То есть ты все время кому-то что-то должен. И все время поэтому тебе нужно пересиливать свою там неуверенность, страх, провала, страх чистого листа, там, writer's block, да, то есть это как бы писательский ступор. И нужно, хочешь не хочешь, писать. Это, честно говоря, помогает. У романиста такого нету. Во всяком случае, у романиста, который пишет первый роман и работает как бы для себя. Ты можешь писать, можешь не писать. В мире ничто от этого не изменится, кроме того, что у тебя либо будут написаны там несколько страниц очередных романов, либо не будут. И поэтому все, весь свой страх, всю свою неопределенность, неуверенность, страх твоего листа и так далее, тебе нужно преодолевать самому. Это, прямо скажем, тяжело. Отдельно в этом тяжело, что у тебя нет конечного дедлайна. Твой роман никто не ждет. В отличие от сценариев, про которые тебе все время, значит, тебя долбают. Типа, что он нужен вчера, давайте быстрее, давайте скорее. Нет, выходные тоже надо писать. Сдавайте быстрее, быстрее, а то мы не успеем запичить, получить денег. Роман никто не ждет. Ты можешь его писать хоть 10 лет, хоть там неизвестно сколько. Опять же, в мире от этого ничего не изменится, кроме того, что у тебя либо будет написан роман, либо не будет. И, собственно, поэтому же тебе никто не говорит, когда тебе начинать писать. То есть я так думаю, что это проблема, с которой многие начинающие романисты сталкиваются, и я тоже столкнулась, конечно. Момент начала, он очень страшный, потому что ты не знаешь, что это будет за текст, и там очень много еще белых пятен. Ну и надо с чего-то начать. Вот надо сделать этот шаг, а ты его все оттягиваешь. Тебе кажется, ну сейчас я еще перепридумаю тут вот структуру сюжета, а сейчас я еще вот почитаю что-нибудь про вот этот мир, а сейчас я еще что-нибудь там по ресерчу, что мне поможет там в дальнейшем. И, собственно, этим можно заниматься бесконечно, потому что еще раз, у тебя нет бедлайна четкого, когда тебе нужно сдать этот текст. И когда я поняла, что я уже там в третий раз перепридумываю мир вот этот фантастический, в котором у меня происходят действия, и, собственно, ничего не меняется, текст не двигается никуда, ну то есть я не начинаю его писать, я там не приступаю, даже не завожу файл, типа текст романа. Я поняла, что мне нужен внешний пинок, и, собственно, в этот момент я пошла на курс по роману к Саше Молчанову в мастерскую ровно с той мыслью, что вот он мне даст эту внешнюю рамку и этот дедлайн. И тогда я смогу начать. Дальше я как бы сама справлюсь. Так и получилось. То есть Саша мне мастерски предоставил дедлайны моей любимой родной и внешнюю рамку, и я справилась, ну как бы, сдвинуть эту махину с места романную. Вот. Еще одна организационная проблема – это что, когда ты пишешь роман, у тебя нет редактора, с которым можно советоваться в процессе. И вообще, честно говоря, никого нет. Потому что, когда ты пишешь сценарий, опять же, у тебя все время есть заказчик, у тебя все время есть редактор и масса другого народу, которые все горят желанием внести свое видение, там правки какие-то, там соображения, комментарии. Это страшно бесит многих сценаристов. Но это одновременно является большим подспорьем, если умеете с этим обращаться. Потому что все это сценаристу дано на самом деле для того, чтобы он мог свою историю, на которой работает в любой момент, от кого-то поразминать. И у меня в моей работе сценарной были и есть очень хорошие редактора и продюсеры, и всякие заказчики, с которыми всегда можно было там списаться, звониться и сказать, вот я что-то придумывала, придумала, у меня получается вот так, что-то не то, давайте подумаем, как это можно повернуть и так далее. И мы обсуждали это, в результате я там приходила к каким-то следующим вещам, то есть я понимала, куда дальше двигать сюжет. Когда ты пишешь роман, ну, когда я писала роман, собственно, вот я себя организовала, Саша Молчанова в качестве такого ментора, но дальше, когда его курс закончился, у меня снова никого не стало, то есть я просто сама ориентируясь на, собственно, какое-то чутьё, всё это делала, и это было так, на самом деле, трудно, что я стала, ну, ещё в самом начале написания романа я зафрактовала себе двух читателей, это мой муж и моя близкая подруга, которые читали каждую главу, которую я писала, и меня всё время спрашивали, ну что, ну где, где следующая глава, давай следующую главу, очень интересно, а что дальше? Это мне очень хотя бы помогало, ну, продвигаться. И, наконец, есть ещё одна организационная проблема, которая звучит так, у тебя, когда ты пишешь роман, нет вообще никакого понимания о том, куда ты всё это потом денешь, то есть если ты пишешь сценарий, ты примерно представляешь, ну, куда его можно будет показать, кому, да, кто снимает подобное и так далее. Это не факт, конечно, что из-за того, что получится, сценарий дойдёт до съёмок, хотя бы, не говоря даже, до экрана, но всё равно такое понимание какое-то есть. А когда ты пишешь роман, ты как бы его пишешь сразу в стол и одновременно никуда. То есть, ну, вот какой-то текст, что с ним потом делать, как пойми. Это тоже, если об этом задумываться, довольно такое, ну, мучительное соображение, особенно если ты пишешь уже больше года, да, то есть ты вкладываешь в эту массу денег, о, господи, времени и сил, и денег иногда тоже, отказываясь там от проектов в пользу романа. Но у тебя нет совершенно никакого понимания о том, что ты от этого получишь, кроме самоудовлетворения. Вот. Это тоже тяжело. Ну, и ещё есть как бы такая проблема, что когда ты пишешь роман, а при этом ты не романист, ну, профессиональный, да, у тебя есть как-то ещё работа, роман категорически не сочетается с твоей работой как сценариста, потому что, ну, для меня, во всяком случае, мне было очень тяжело, потому что писать роман надо каждый день, иначе ты выскакиваешь, вываливаешься из этого процесса, из этой истории, и нужно очень много тратить сил и времени для того, чтобы войти обратно, то есть там перечитывать куски, как-то вспоминать, что там было, интонацию вспоминать, и так далее. Ну, вот ты должен писать каждый день, поэтому работать это тоже должен каждый день. И роман, поскольку это ещё одна большая история, которая отжирает у тебя мозг, у тебя остаётся гораздо меньше силы времени и мозга на все остальные твои проекты, тоже истории, которые нужно придумывать, но которые, в отличие от романа, приносят тебе деньги. И одновременно ты, конечно, понимаешь, что роман, даже если он выйдет и станет успешным, он вряд ли принесёт тебе тот уровень заработка, который ты себе приносишь, работая в кино. Соответственно, это не работа, а при этом ты от своей работы отрезаешь большой кусок и отдаёшь её как бы на хобби. Это решение, требующее некоторой смелости, скажем так. И, наконец, есть психологическая проблема, когда ты начинаешь, ну, пишешь роман первый. Это, на самом деле, тяжело выдержать психологически. Это очень длинный проект, который ты делаешь совсем один. Сценарист всё-таки, как бы он ни говорил о том, что это очень такая одинокая работа, невидимая работа одиночки и так далее, всё-таки он всё время работает не один. То есть вокруг него всё время куча людей, от которых даже иногда нужно отбиваться. А романист работает один. И вот я писала роман год и три месяца, если брать вот чистый текст, да, чистое написание текста. И, ну, за это время тебя, если ты, опять же, не организовываешь себе вот читателей, которые тебя читают по голове и хвалят после каждой головы, тебя за это время никто не хвалит, ни один чёртов человек. И это трудно. Ну, просто трудно продолжать годами делать что-то, за что никто тебе слово хорошего никогда не говорит, а это что-то тяжёлое работа на самом деле. Вот, меня хвалили, я специально договорилась с мужем и с подругой, что они будут читать и меня хвалить, потому что мне это нужно. И они, честно, продержались все эти там полтора года, читали, хвалили, только поэтому я смогла роман дописать в итоге. Вот, но при этом вот я перечислила проблемы, с которыми сталкивается сценарист, решивший написать роман впервые. Теперь я, конец своего вот этого монолога, я скажу про кайфовые вещи, потому что они, конечно, тоже есть, они перевешивают, именно ради них мы, сценаристы, задрав штаны, бежим писать свои романы в итоге. Потому что есть, ну, такое ощущение, что, в принципе, каждый второй сценарист, поработав в кино, всё-таки нет-нет, да и напишет роман. То есть нет-нет, да и зайдет на вот эту территорию свободной литературы, чтобы выдохнуть как-то. И вот кайфовая вещь. Во-первых, в романе ты делаешь всё, что хочешь. Опять же вспомним Мартина, который просто отдыхал душой, я уверена, когда вписывал в свой роман всех этих драконов там размером с дом, и мечи, разбивающие другие мечи на тысячу осколков и, в общем, и так далее. Это тоже, как бы, у этого есть обратная сторона. Ты делаешь в романе всё, что хочешь, но это тебе, как бы, очень быстро даёт возможность почувствовать свой потолок как писатель. Я это очень хорошо почувствовала. То есть в романе ты, ну, есть какие-то вещи, которые ты хочешь вот написать, но ощущение, что ты не вполне знаешь как. И вот я прямо, мне кажется, почувствовала, где у меня вот этот потолок. Я надеюсь, что он двигается, что как бы с практикой он станет повыше. Но вот когда ты делаешь всё, что хочешь, ты чётко понимаешь, что ты хочешь больше того, чем можешь. Как писатель. Вот. Дальше. Кайфовая вещь, что ты, когда пишешь роман, любому редактору или там комментатору, который тебе говорит, а вот здесь вот надо вот по-другому было сделать, ты можешь сказать, а я так вижу, и ничего тебе за это не будет. Это тоже очень освобождающее чувство для сценариста, который вынужден на всего профессии прислушиваться ко всем комментариям, даже к самым бредовым, потому что, может быть, это, ну, там тоже есть какое-то зерно. В комментариях про роман тоже, скорее всего, будет какое-то зерно, но просто роман, ещё раз, ты пишешь и никому ничего не должен. Ты просто можешь написать плохо, например, и ничего тебе за это не будет. Дальше. Кайфовая вещь. Ты в романе можешь говорить именно о том, что важно тебе, а не кому-то, не какому-то консолидированному там заказчику, не аудитории, которая не поймёт. Ты ещё раз никому ничего не должен, поэтому ты говоришь от себя и за себя. Самое страшное, что может случиться, ну, просто твой роман никому не понравится. Ну, и фиг с ним. Значит, ещё одна кайфовая вещь. У тебя, когда ты пишешь роман, есть некая творческая область, где ты сам царь и бог, где у тебя всё под контролем. И это такая очень уютная фига в кармане для сценариста, которого, опять-таки, все в процессе его работы, после его работы, перед началом его работы, все как бы оценивают, все там пытаются, ну, все имеют мнение о том, хорошо он пишет или плохо, хорошо он придумывает историю или плохо, а как надо придумывать историю, а что не получилось и так далее. Здесь ты как бы сам себе режиссёр. Вот. И благодаря этому ты можешь почувствовать себя в любой момент своей профессиональной жизни настоящим творцом. То есть даже если, например, у тебя там в основной работе сценарной что-то не получается, или какой сценарий опять не купили, или его опять испортили на съёмках, или вышел твой фильм, его обосрали, причём обсирают же обычно всегда именно сценарий, который никто не читал, да, то есть вышел фильм, ну, снято красиво, но сценарий – говно. Это самый частый комментарий. Вот. И сценарист в этот момент такой, ну, блин, ребята, как бы, кто этот сценарий видел-то в глаза, кроме съёмочной группы. Вот. А тут, даже если такое происходит у тебя в твоей профессии, ты пишешь роман, и это область твоего чистого творчества. Ты там всё равно как бы резвишься и создаёшь себе всякие приятные мыслительные конструкции, получаешь удовольствие, в общем, и чувствуешь, что ты всё-таки... есть какой-то текст, в котором ты всё-таки, несмотря ни на что, молодец. И, наконец, огромная фишка для меня лично, романа, она заключается в том, что в отличие от сценарной работы, где сценарист – это один из авторов будущего фильма, но один из многих авторов будущего фильма, даже если он один сценарист на проекте, всё равно авторами фильма являются режиссёры, продюсер и редактора, и все артисты, которые снимаются, и вообще-то вся съёмочная группа, режиссёр монтажа, ну, то есть вот все-все-все эти люди, они авторы единого вот этого высказывания, да, ты не можешь говорить, что это мой фильм, и вот всё в нём так, как я задумала, написал. А в романе можешь. Роман – это текст, автором которого являешься только ты сам. И в этом тексте всё будет только так, как в итоге ты скажешь, да, ты можешь там отказаться от любой редакторской правки, и всё. И это как бы и плюс, и минус, понятно, потому что в этом заключён большой страх, что это текст, автор которого ты сам, соответственно, если он плох, то ты сам накосячил, а не там твой великий текст, испортили на съёмках, да. Но зато это та мера ответственности, которая при правильном употреблении может служить хорошим лекарством для сценариста, задолбанного разными мнениями, комментариями и привнесениями в его историю. Вот, это такое очерчивание круга проблем, с которым сталкивается человек, имеющий сценарный опыт и решивший написать роман. Саш, я теперь могу с тобой порассуждать про всё это. Ну, вот смотри, у меня есть несколько замечаний. Так, так, вот оно. Вот именно это и заставляет нас, сценаристов, писать романы в итоге. Да, да, да. Ты как, чёрт, твои замечания. Вот так вот. Есть несколько поправок. У нас вчера было совещание, и мы решили. Нет, на самом деле не замечания, а скорее дополнений таких, какого-то тоже своего опыта, который на самом деле может быть с чем-то близок, с чем-то отличен. Смотри, во-первых, мне кажется, что очень важно понимать, что это другой язык, да. И люди, которые пишут, они считают, что это просто другой вид искусства. Да, или другой род искусства, да. А на самом деле это реально другой язык. И это легче понять. И просто сказать, да, ну, сказали тебе, это другой язык. Ну, и чё? Ну, скажи, что это фиолетовое, да. То есть, и как бы люди это мимо ушей пропускают. Но осознать и прочувствовать это можно тогда, когда это у тебя не второй язык, а третий или четвёртый. Например, я много лет изучал английский, как и все мы. Но что-то понимать, читать, писать, разговаривать, я по нему на нём смог только тогда, когда попробовал изучать итальянский. Да, то есть, и вот тут, и после этого я вдруг начал понимать английский. И вот здесь то же самое, да. То есть, если у тебя есть другой язык, допустим, поэзия, да, и ты осознаёшь, что это другой язык. Если у тебя есть язык, например, журналистика, и ты опять же тоже осознаёшь, что это другой язык, что заметка пишется, там, своя структура, да, как она сокращается, там, с последнего абзаца, да, то есть, и ты опять же понимаешь, как это работает. Драматургия, да, театральная, это тоже другой язык. И вот когда у тебя есть несколько таких языков, тебе, допустим, перейти со сценаристики на прозу, с проза на сценаристику гораздо проще. То есть, когда это четвёртый, пятый язык, проще, чем когда второй. Это правда, потому что ты начинаешь понимать, что ты именно делаешь, когда пишешь так, а не иначе. И это важно очень понимать, потому что, ну, действительно, наверное, вот первый язык такой, да, ты можешь просто интуитивно начать им пользоваться. Там, не знаю, ну, у меня так было с поэзией, наверное, просто, ну, как бы начала писать, и всё. Чаще всего это язык поэзии. Да, да. Вот. А дальше ты при переключении с языка на язык, ты как бы переключаешь ещё то, ну, ты должен понимать, что ты делаешь, когда ты говоришь со своим собеседником, да? Да, да, да. И вот это понимание, конечно, чем оно более развито, чем больше действительно языков ты как бы в этом смысле уже узнал, тем оно для тебя чётче, тем как бы больше оно тебе позволяет сделать. Вот. При этом какой-то слишком высокий уровень осознанности здесь скорее мешает, да? Почему? Потому что, ну, например, у тебя Молчанов был снаружи, да, который тебя там хвалил, дедлайны устанавливал там и так далее. А у меня-то он внутри, да, и я, любой мой ход, да, это всё равно, что сам с собой в шахматы играть, да? То есть, ну, тут ты это, ну, хорошо, тут ты это сделаешь, а тут это, а тут вот это, да? То есть, и как бы вот этого отключить, этот внутренний диалог бесконечный, было, конечно, очень тяжело. Ну, а вот, кстати, у меня к тебе вопрос есть, на самом деле, интересный. Я считаю, что у всех у нас должен быть свой внешний Молчанов, конечно, и тебе низкий поклон за то, что ты много лет уже этим работаешь для всего нашего сообщества. Но, а у тебя-то, тебе никогда не хотелось, как бы, вот, кого-то просто, ну, нанять на эту... Но он у меня всегда есть. Он у меня просто всегда есть. Нет, не себя, а в смысле какого-то другого человека, да? У тебя есть такой человек? Моего мастера зовут Александр Мануилович Бородянский. А, ну, он прямо... Работает в этом смысле? Он читает, он читает все мои тексты. А, классно. Хвалит, хвалит, читает, хвалит. Вообще класс. То есть, у каждого терапевта есть супервизор, а у супервизоров тоже должен быть супервизор. Конечно, конечно. Но я не скажу, что мы с ним общаемся, но мы и с тобой-то не больно часто общаемся, да? Но раз в год мы с ним обязательно видимся, и это, ну, некий камертон, по которому я себя сверяю. То есть, это совершенно точно. И романы мои он читал, тоже звонил, и мы там разговаривали плотно достаточно. Вот. Но я по большому счету только ко второму роману научился. У меня три романа, да? И, по сути, это один роман, да? И вот ко второй части я понял, вот научился этот баланс вот этой сухости сценарной. И, да, и романной вот этой насыщенности. Вот. Еще одна штука. Мне кажется, что очень важно иметь вот этот прицел какой-то, да? То есть, ты пишешь, и что дальше будет? Да? То есть, что будет дальше с твоим романом? Меня много лет останавливало то, что я... Я же начал рано очень писать. Первый роман я в 21 год написал. И он сразу же был издан в Эксмо. Вот. И это, с одной стороны, как-то... Уже книга. Вот. А с другой, я знаю, каким должен быть роман для того, чтобы быть изданным в Эксмо. Да? То есть, там должен быть честный майор ФСБ, там должен быть... То есть, все... Должен быть фантастический роман. Да? Нет, ну у меня-то... Я же детективщик, да? То есть... Нет, ну я имею в виду честный майор ФСБ. Да, 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 да. Значит, три... Три сексуальных сцены на роман, там, и так далее. То есть, вот все, что надо для серии русский бестселлер. И меня это много лет останавливало. Да? То есть, мне хотелось написать роман такой, нуар. Вот. И потом, когда появилась Ридеро, я решил, что... Так вот же оно. Я сделаю роман без... Издам его на Ридеро, его прочитают сто человек, но я его сделаю таким, каким надо. Да? То есть, не оглядываясь ни на какие требования этого самого Эксмо. Вот. И в итоге я сделал обложку такую, какую я себе ее представлял. Да? То есть, я выстроил для себя... Да? То есть, я увидел картину того, что будет дальше происходить с моим романом. Вот. И, в общем-то, я и не планировал, что он дальше куда-то пойдет. Но он попал в руки известному тебе Феликсовичу. Вот. А Феликсович уже дальше управил так, как все управилось. И это там обернулось там именной серией Эксмо и так далее. Вот. Но это... Ну, как бы, если бы этого не было, я бы с этим был окей. Да, ну, я... Вот, когда я говорила о том, что ты пишешь и как бы вообще не понимаешь, куда это дальше пойдет, это даже не про то, куда конкретно, то есть, какой конкретный издательство, или там, что вот у тебя будет, он выйдет, и будет всемирная слава. Это тоже, как бы, такая вещь, которую очень многие начинающие, там, писатели думают. Ну, и сценаристы тоже. Сейчас я напишу один, первый из моих сценарий, и не получу Оскар сразу, и как бы буду существовать безбедно, да? Я даже не об этом, а о том, что у тебя, в принципе, ну, не знаю, может быть, это только моя такая проблема. Ну, короче, вот я писала, и есть какой-то диссонанс, короче, вот в этом, что ты делаешь огромный текст, ну, я делала огромный для себя текст, он большой доцент получился, там, в нем почти 600 страниц сейчас, вот, как бы, в книжке, которая выйдет. И ты делаешь вот этот гигантский текст, большую историю, и ощущение, что как будто ты все еще, там, в восьмом классе, и пишешь в тетрадке, да-да-да-да, да-да-да-да, понимаешь? Как моя дочка в шестом классе. Мастер и Маргарита 2! Да, вот Мастер и Маргарита 2 ты пишешь. И как бы, и что? И это даже не про вот, ну, деньги и славу, да, а просто, в принципе, про какую-то конечную точку твоего труда. Вот ты, ну, я не представляла, какая она вообще может быть. А труд большой при этом. И вот это вот, то есть, как бы, ну, там, когда ты пишешь сценарий, все-таки у тебя есть, даже когда, вот я писала еще до того, как пойти в киношколу, я писала сценарий, там, для себя. У меня все равно была какая-то некая морковка, ну, что я напишу сценарий, может быть, там, когда-нибудь, вот он, там, я его покажу, там, продюсеру, да. А тут ты пишешь, как бы, что-то, и что это будет вообще? Ну, ты смотри, это, по сути, это такие доспехи, да, то есть ты себя вот этими мыслями о том, что будет дальше, ты себя защищаешь, обезопасиваешь. Да, вот на самом деле, в случае с Романом, есть еще одна такая штука, да, то есть ты, как бы, от всех этих доспехов отказываешься, да, то есть ты, как бы, вот я стою голый, да, и, как бы, ничто меня, ни репутация не защищает моя, ничего, да, ни предыдущее, там, что-то, да, либо так, либо так. Да, это вообще тоже интересный момент, потому что я, ну, с этим тоже, как бы, только вот сейчас, наверное, осознала, что это есть, когда ты сценарист, ну, я уже к тому моменту, как начала писать роман, я, там, лет 10, наверное, работала сценаристом уже, ну, и как-то я уже, там, сценарист, там, с именем, с каким-то, да, ну, более-менее. А тут, ну, я пишу роман, я, вроде, тем же самым занимаюсь, буквки пишу на экране, там, вот, значит, это. А тут я вдруг, ну, как бы, начинающий писатель, да, и я такая, а у меня такие, ну, вы же начинающий писатель, давайте сначала вот так начнем, типа, посмотрим. И такие, да, 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 да. А вообще, как это я начинающий писатель? Я уже, ох, вон, вот, и, вот это тоже, там, как бы, у тебя размах, твой замах. Ну, такой гамбургский счет. Да. Ну, тоже, на самом деле, хорошо, что редакция шубина, и потому что, я тебе писал тогда тоже, да, что если бы это была, условно говоря, какая-нибудь серия Сталкер, и это было бы очень обидно. Ну да, да, да Так, ребят, сейчас ваши вопросы Давайте я тоже зачитаю А то мы языками сцепились И сейчас часа три будем Наши проблемы перетирать Так, Юлия, придумывали ли вы сцены в голове подробно Или только строками плана Проработанными были сцены до написания романа Или в процессе написания сцены могли заканчиваться для вас неожиданно? Это было по-разному Мне комфортнее, когда у меня У меня есть план Довольно подробный план главы То есть в основном у меня происходило так У меня был и есть Я сейчас пишу вторую часть Соответственно, точно так же работаю Значит, у меня есть аутлайн как бы всего То есть это все главы И у каждой главы есть задача главы Что главное должно в ней произойти И дальше я, значит, начинаю писать главу очередную Я беру эту ее задачу И набрасываю черновиковый такой планчик Как к этой задаче прийти Соответственно, по этому планчику Начинаю писать уже саму главу И в процессе у меня могут придумываться и конкретные сцены Или они могут придумываться в процессе написания уже текста И так часто тоже бывает, что Ну, я пишу-пишу, и как-то текст тянет за собой И что-то, чего я вообще не планировала Мне, например, после такого приходится перефигачивать аутлайн Потому что там уже что-то поехало Вот, и это, на самом деле, я очень ценю Вот эти сюрпризы Их у меня гораздо больше, когда я пишу роман Чем в сценариях И прямо это очень приятно, когда так получается Так, Светлана спрашивает Какой срок написания вы себе ставили Написать за год? Было ли выгорание истории, что вы от него уставали? Мне кажется, у меня было все Первый срок мне поставил ты, Саша Который на курсе у себя сказал Ну, мы сейчас за пять месяцев напишем роман Я думала, окей За пять месяцев напишем роман И к концу пяти месяцев выяснилось, что я написала Первую треть, первые части из трех того романа Мне казалось, что вот те три части Ну, три романа, по сути, которые в итоге я пишу Это один роман, это одна история Я придумала изначально как одну историю В итоге сейчас вот в 20-х числах октября Выходит первый роман из вот этих трех И я продолжаю как бы писать дальше Вот, соответственно, вот Этот срок пять месяцев с резком не оправдался И я продолжила просто дальше писать без срока Ну, я ставила себе промежуточные сроки Что вот я к Новому году закончу, фиг К Новому году я написала, дай бог, половину Потом я вот закончу к лету Фиг, к лету я написала там две трети Ну и так далее В общем, этот срок двигался Двигался И в итоге вот он такой, как есть Дальше сейчас я уже пишу Ну, не загадывая сроков Я примерно представляю теперь Ну, по скорости того, как я работаю Как, возможно, как долго это все будет Но это может измениться Так, Юрий спрашивает Юлия, а какие ваши сценарные работы, ваши любимые? Вопрос такой, на грани хамства, да? А какой ваш лучший сценарий посмотреть? Да, покажите Я его задам так, как Юрий его задал Потому что... Нет, а что? Хороший вопрос У меня есть любимые мои сценарные работы Тут надо просто понимать, что мои любимые сценарные работы Мне совершенно не означают, что эти фильмы тоже мои любимые Вот Значит, у меня есть очень любимый сценарий, которого никто не видел Кроме нескольких продюсеров, читавших его Включая, например, Александра Роднянского и Александра Цикала И обоим он очень понравился Значит, это сценарий, который мы с моим приятелем Вместе написали просто для себя До того, как я еще стала сценаристом Мы просто как бы по приколу написали для себя Пилот телесериала про госкино В 60-е годы прошлого века Вот Там очень любимый мой герой И, ну, в общем, и вся история Я очень люблю эту работу до сих пор И второй, наверное, это Бег Сценарий к фильму Бег Который я написала Который по там разным производственным причинам На экран вышел не в том виде, в котором я его написала Сценарий сильно довольно отличается от конечного результата в кино Но вот сценарий этот я до сих пор тоже очень люблю Он для меня важен И, ну, на самом деле, хорошо, что он в итоге в каком-то хотя бы видео видел Свет из речи Мы с тобой, по-моему, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году говорили о нем То есть, если кому-то интересно, то найдите этот наш диалог И посмотрите Так, воспринимаете ли вы роман как детище, как друга, как партнера? Наверное, как ребенка Ну, такое, да В муках рожала Да, Ольга спрашивает Да, вот, кстати, Ника тут предлагает Юля, если что, я тот редактор, с которым можно посоветоваться в процессе Спасибо, буду иметь в виду Так, Ольга Юля, как вы начали работать как сценарист? Как сценарист? Я начала работать, с одной стороны, случайно С другой стороны, я очень давно хотела Я прямо хотела очень работать в кино много лет до того, как решилась И работала журналистом, как такой, ну, полумера такая она была И в какой-то момент у меня было несколько точек начала, как бы, ну, захода в сценаристику Одно из них было то, что мне предложили написать две серии к документальному сериалу Это еще я положу на лист К документальному сериалу про род Толстых Был такой сериал, он вышел на канале «Культура» в итоге «Толстые. Большая династия» он называется И там каждая серия – это история про того или иного представителя династии Толстых Начинать там от XVIII века Или от XVII даже И вот у меня были серии Была серия про Софью Толстую Есенину Это внучка Льва Толстого И последняя жена Сергея Есенина Хочется сказать, от которой он повесился Ну, в общем, он хотел снять нее Но, в смысле, она осталась у него вдовой формально И дальше была создательницей и директором музея Есенина много лет Вот И моя серия там про Александру Львовну Толстую Это дочь Льва Николаевича Которая сделала фонд Толстого в Америке И, ну, в общем, была таким столпом благотворительности А также актором чудовищно страшного Да просто до усрачки дневника В котором она описывала с большой любовью То, каким чудовищем в быту был Лев Николаевич И там видно, что она Ну, она его просто перед ним преклонялась Я обожала его Но то, что она описывает Как бы как вот любящим этим детским взглядом Это просто, ну, волосы дыбом становятся Вот И, собственно, мне предложили написать эти серии Потому что я была журналистом И там продюсеры решили, что, видимо, для такой работы будет полезно Именно журналистский полезен взгляд И вот я написала и дальше там как-то, ну, решила, что работать сценаристом Это все-таки реально Начала делать для этого еще что-то Так Ольга пишет Договориться, чтобы не только читали, но и хвалили Это идея Спасибо, Юля Это очень поддерживающе должно быть Но у нас мастерской просто Правила Мы все Все хвалим Да-да У нас мастерской есть очень жесткое правило Все имеют право только хвалить работы друг друга А ругать имею право только я Поэтому вот такой Это очень правильное правило Потому что, конечно Да Так, Светлана Юля, закончив роман, закрыли ли вы для себя эту историю? Не живут ли альтернативные развития текста в мыслях? Нет Он же не закончен Ну, он не закончен еще Да, я вот пишу второй роман И потом будет третий еще Тогда я закончу эту историю Но нет, альтернативных вариантов нет Я как бы То, что в итоге пишу То и является этой историей для меня То есть у меня нет никаких там вторых и третьих мыслей О том, что Как я бы могла ее еще развернуть Юль, спасибо тебе огромное Мне кажется, что мы Так интересно и полезно пообщались Я очень рад тебя видеть Да, я тоже очень рад тебя видеть И спасибо тебе огромное за эту конференцию Я прям преклоняюсь Ну, это спасибо участникам на самом деле Спасибо спикерам И спасибо тем, кто сидит и слушает комментарии Потому что у меня, честно говоря, месяц назад Была такая мысль, что Ну, а кому это будет нужно? Кто это будет? Кто это будет смотреть? Кто придет? Да еще придут все разосрутся друг с другом Вот, но вроде бы оказалось, что Не только мне это нужно Ну да Как-то тоже я немножко оттаиваю тут Вот второй день И люди тоже такое ощущение Что знаешь, вот по комментариям видно, да Что люди заходят такие вот, знаешь С дымящейся головой от новостей от этих Вот Сидят здесь одно-два выступления И потом так видишь, что потихонечку отходят Ну да, это прям огромная терапевтическая работа для нас Все, спасибо, Юль Пока-пока Спасибо, пока Пишите, пишите благодарности Пишите спасибо-спасибо, Юлия Субтитры сделал DimaTorzok